Здравствуйте! Вас приветствует Вероника Поливкина на канале Природа Будущего. Каждый год мы прощаемся с ярким сезоном, с грустью, но не стоит печалиться, ведь не было бы встречи, если бы не было расставаний. Чтобы немного продлить свой любимый сезон, мы заносим растения, которые могут жить в доме, на подоконнике, и продолжаем любоваться цветением. Например, очень долго могут стоять в кашпо на улице Пеларгонии, переносит с легкостью первый снег, ночные заморозки до минус 4, и не сдаются. А зимой могут прекрасно цветти на подоконниках или под фитолампами. Только все же не стоит держать на подоконнике зимой Пеларгонию, выращенную из семян. Летом она хороша, а вот зимой хоть и не погибает, но отцветает очень быстро, цветы осыпаются, мусорят. А для подоконников подойдут коллекционные Пеларгонии, выращенные из черенков. И вот такую картинку мы тоже достаточно часто видим. Не успела зацвести хоризонтема мультиплекс. Обидно же, росла все лето, получала нашу заботу, а результата нет. Ее тоже можно пересадить в горшок и все же полюбоваться. Лучше поздно, чем никогда. До весны в средней полосе этот вид хоризонтем в открытом грунте практически не доживает. Поэтому тоже занесем домой. Если пройтись по саду, то скорее всего найдем еще какие-то растения для зимнего выращивания. Вот карликовая розочка очень старается, чтобы ее заметили. Сигналит, заберите меня домой. Но когда мы переносим растения с улицы в дом, всегда рискуем занести вместе с красотой насекомых вредителей. Они в поисках зимнего укрытия, возможно, облюбовали именно эти растения, ведь они дольше всех оставались зелеными. Из всех вредителей, с которыми я сталкивалась, в своей практике был клещ. Он настолько мал, что неразличим невооруженным глазом. Вначале развиваются не так быстро, чтобы его сразу заметить. Быстренько поражают домашние растения и потом попробую с ним справиться. Очень коварное насекомое. А назойливые почвенные мошки вам знакомы? Откуда они берутся? Из зараженной почвы. Вот чтобы таких неприятностей избежать, нужно обязательно обрабатывать садовую почву и сами растения перед тем, как заносим с улицы в помещение. До последнего времени практически все выпускаемые препараты были небезопасны для людей и домашних животных. Когда я боролась с клещом на фиалках, просто мечтала о средстве, при использовании которого не нужно надевать химзащиту и не проводить эвакуацию детей и животных из помещения. Наконец-то такое средство появилось. Это мак. Сначала его выпускали в маленьких бутылочках. Средство быстро стало популярным, спасло от поражения от клеща ни одну теплицу. И вот биокомплекс выпустил новую упаковку. Большой флакон с пульверизатором. Как мы действуем? Используем чистый, хорошо промытый горшок, без остатков земли. Насыпаем землю и если она из сада, то обязательно послойно обрабатываем ее. Далее сажаем растение и очень тщательно обрабатываем каждый листик, особенно нижнюю сторону. На следующий день обработку повторяем и после этого можно ставить растение к остальным домашним цветам. Этот препарат разработан специально против паутинного клеща и почвенной мошки. МАК полностью натуральный препарат, безопасен для человека, животных и пчел. В составе смесь растительных масел и экстрактов. Так сказать, ароматерапия против вредителей. А как же он действует? Он убивает вредителей за счет попадания в дыхательные пути и все. Если вы купили маленький флакончик, препарат разводим в теплой воде, примерно 38 градусов, 1 чайную ложку на 1 литр воды. Рабочий раствор использовать нужно в течение 2 дней. Дальше держать его не стоит. Опрыскиваем все растение, включая нижнюю сторону листа и почву. Для лечения обрабатываем растение 2 дня подряд. Для профилактики 1 раз в неделю. После опрыскивания желательно порыхлить почву под растением. Подходит для всех видов садовых, балконных, комнатных цветов. Расход такой. Один пузыречек на 6 литров раствора. Но не надо, естественно, разводить сразу 6. Берете сколько вам нужно. Эффективно это средство как для профилактики, так и для борьбы с вредителями. Можно смешивать с биококтейлями биоши для обработки по листу. То есть одновременно у нас будет и обработка, и подкормка. Но нельзя смешивать с Эгби для обработки по листу. Если мы применяем МАК, то Эгби можно использовать для полива под корень. Вот такой полезный препарат для наших растений от Биокомплекс появился. Я уже запасла на зиму. Зимний огород, выращивание рассады впереди. Пусть мои растения растут без непрошенных гостей. Пусть ваше растение вас только радует. Все вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!